Предварительные продажи билетов на грядущую премьеру «Бэтмен против Супермена» перевалили отметку в 20 миллионов долларов. Это гораздо больше, чем было, например, у недавнего Дэдпула со всей его рекламной кампанией. Таким образом, фильм о противостоянии супергероев может продемонстрировать самый удачный мартовский старт в истории кино. Так что вопрос о кассовом успехе уже сейчас практически не стоит. Напомню, что еще совсем недавно создатели картины были обеспокоены тем, что она не понравилась в фокус-группе. Так что посмотрим, чем все закончилось. Денег-то фильм точно соберет, а вот полюбят ли его фанаты комиксов и простые зрители, это еще большой вопрос. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня в новостях кино. Спор между голливудскими динозаврами, приквел культового фильма «Схватка» и интрижки теории «Большого взрыва». Погнали. В Голливуде продолжается холивар между киноделами по поводу премиального домашнего показа премьерных фильмов. Если кто не знает, недавно эту идею толкнул один из основателей социальной сети Facebook Шон Паркер. Заключается она в том, что зрители смогут покупать какие-то специальные приставки, а затем как бы арендовать фильм в день его премьеры. То есть смотреть его дома вместо кинотеатра за 50 долларов. На наши деньги это 3,5 тысячи рублей. Противниками этой идеи уже выступили Джеймс Кэмерон и Джон Ландау, а на днях к ним присоединился и Кристофер Нолан. В частности, Ландау сказал следующее «Я не понимаю причину, по которой индустрия развлечений должна лишать зрителей возможности наслаждаться работами кинематографистов в наиболее эффективном и впечатляющем виде». Примерно в таком же духе высказался и Джеймс Кэмерон, а позже присоединился и Кристофер Нолан, заявив о своей солидарности с коллегами. При этом в Голливуде есть и не менее влиятельные сторонники этой идеи с приставками. Среди них, например, уже отметились такие динозавры, как Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс и Питер Джексон. Последний даже заявил, что это будет новой ступенью в развитии индустрии развлечений. Мы, конечно, далеки от всего этого, но лично я думаю, что это какой-то бред и очередной способ делать деньги из воздуха. Зачем людям втридорого смотреть фильмы дома, если можно посмотреть их в кино или дождаться, пока их официально выпустят? Ну, либо сольют в интернет. Хотя, если ценовой порог будет адекватный и если скидываться компанией, то может даже ничего получится, идейка. В общем, посмотрим. Следующая новость о фильме, который мне очень нравится. Режиссер Майкл Манн планирует снять приквел своего культового криминального боевика «Схватка». Предварительно издательство Майкл Манн Букс выпустит серию книг по франшизе, одна из которых и ляжет в основу приквела. Напомню, что сюжет оригинального фильма был основан на противостоянии полицейского детектива и главаря хорошо организованной преступной группы, совершавшей дерзкие ограбления. В актерском составе фильма тогда собралась целая россыпь голливудских звезд в первой величины. Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Джон Войт и совсем еще юная Натали Портман. Что касается приквела, то о нем на данный момент практически ничего не известно. Нет информации ни о сюжете, ни об актерском составе, ни о сроках выхода. Уточняется лишь, что сюжет будет строиться вокруг становления главных героев оригинального фильма и их первых столкновениях. Знаете, такое ощущение, что дела у Майкла Манна последнее время идут как-то не очень. По сути, свои главные картины он снял еще в 90-х. Это были фильмы «Схватка» и «Свой человек», за которые режиссер получил три номинации на премию «Оскар». В нулевых он снял неплохие фильмы «Али» и «Соучастник», ну а последним более-менее успешным проектом стал «Джонни Де», который вышел аж в 2009 году. Прошлогодний «Кибер» с Крисом Хемсвортом с треском провалился, так что, возможно, режиссер просто цепляется за свои былые успехи, так как ничего нового у него, к сожалению, не получается. Ну, будем ждать, может, все-таки выдаст что-то интересное. Ну и напоследок про мой любимый сериал, который скатывается и скатывается. На фестивале «Пэлэй Фэст» продюсеры ситкома «Теории Большого Взрыва» заявили, что в финале девятого сезона зрители смогут познакомиться с отцом Леонардо, которого сыграет звезда сериала «Такси» Джад Херш. Этот персонаж будет представлен в сериале впервые, и подробности о нем пока не распространяются, так как работа над сценарием эпизода еще не закончена. В данный момент, кто не в курсе, на телевидении транслируется вторая половина девятого сезона, который меня просто раздражает. Говнюки сломали Шелдона, утонули в отношениях. Блин, да что со сценаристами там творится, я не понимаю. Уже перешел на клинику. Тоже, кстати, офигенный сериал. Обзор тоже сделаю. На самом деле, я все жду, когда в теории появится отец Говарда, и мечтаю, чтобы им был Пол Маккартни. Это было бы очень круто. Тогда бы полностью было понятно, почему Воловец так одевается и носит такую прическу. Ох уж, если бы... Вот такие вот новости на этой неделе. Надеюсь, вам понравились. Ребят, кто не в курсе, теперь в конец каждого обзора я стараюсь добавлять интерактив. То есть, ваше мнение. Правда, пока что только питерских. Так что, жители культурной столицы, добавляйтесь в мой отдельный паблик. И скоро увидимся. До скорого. Пока. То есть, друзьям бы, знакомым не посоветовали? Нет, однозначно нет. Только если любителям глупых, бессмысленных боевиков с новым экшеном. Советовать фильм можно только людям, которые будут смотреть дома, чтобы они...